Видео уроки фотошопа Сегодня мы с вами займемся обработкой вот этого снимка Мы создадим красивую абстрактную фотоманипуляцию Вот с такой вот рыжеволосой девушкой Итак, давайте посмотрим, что нам с вами понадобится для работы Во-первых, это сам портрет девушки Во-вторых, это вот такой вот фон боке, который мы будем использовать И еще две фотографии вот с такими вот размытыми полосами света Первая и вторая Все эти фотографии вы сможете найти под данным видео Во вкладочке дополнительные материалы Итак, давайте начнем Первое, что мы с вами делаем, это создаем новый документ Размер у него будет примерно 2500 пикселей на 1600 Нажимаем здесь клавишу ОК И первым делом помещаем в наш новый документ фон Копируем его Ctrl-A, Ctrl-C И вставляем в нашу композицию, нажимаем Ctrl-V Так, немножечко его уменьшим при помощи свободного трансформирования Нажимаем комбинацию Ctrl-T И с зажатой клавишей Shift вот таким вот образом уменьшаем Так Примерно вот таким вот образом И нажимаем клавишу Enter Так, следующим шагом добавляем в композицию девушку Копируем ее также Ctrl-A, Ctrl-C Вставляем в документ Ctrl-V И уменьшаем Также при помощи свободного трансформирования с зажатой клавишей Shift Примерно вот до такого размера Нажимаем теперь клавишу Enter И самый нижний слой мы можем удалить Он нам с вами больше не нужен Преобразуем его в обычный слой и удаляем Отлично Следующим шагом нам с вами необходимо избавиться от старого фона Для этого мы будем использовать в данном случае инструмент быстрое выделение Давайте его возьмем И аккуратно обрисуем контуры девушки Таким вот образом аккуратно проходимся Чтобы все участки, которые нам нужны, оказались в выделении Также здесь У меня правый угол оказался полностью в выделении Ничего страшного Сейчас я это исправлю Выбираем вычитание из выделенной области И таким вот образом удаляем все ненужные участки Примерно так И чуть-чуть добавим участок на плече Вот примерно таким образом Теперь переходим в пункт выделения Уточнить край И нам с вами необходимо пройтись при помощи кисти По всем контурам нашей девушки Чтобы у нас они выглядели более естественно и натурально на новом фоне Немножечко увеличим размер для кисти И вот таким вот образом начинаем Обрисовывать сначала контур волос Так Также здесь Так Здесь Вот здесь Смотрим где у нас виден старый фон И обязательно прокрашиваем эти области Чтобы он у нас не бросался в глаза Вот примерно таким образом И так же можно немножечко сместить край влево Чтобы у нас не было нежелательных орелов вокруг нашего выделения Ну я думаю До минус 10 примерно И так же давайте чуть-чуть добавим сглаживания В районе 10% Выбираем вывод на новый слой с маской Нажимаем здесь ОК Так И у нас получается Вот такой вот результат Также Мы можем немножечко подредактировать контуры уже по маске Если это необходимо Давайте возьмем белую кисть Небольшого диаметра И небольшой прозрачности Примерно 30 и 30 И немножечко прорисуем вот здесь вот волосы Да У девушки Так Немножечко установим детали здесь И если необходимо То при помощи черной кисти Избавляемся от ненужных участков здесь Так И так же вот здесь вот Немножечко Вот таким образом Теперь Волосы смотрятся очень и очень хорошо Да Следующим шагом Нам с вами необходимо провести небольшую ретушь Нашей модели В первую очередь давайте избавимся от волосков на щеке Создаем новый пустой слой И при помощи инструментов Точечная восстанавливающая кисть Мы Аккуратно зарисуем Вот эти вот области Так Так И вот так вот Да Так же здесь Убедитесь что у вас стоит галочка Брать образец со всех слоев Иначе на пустом слое у вас данный инструмент работать не будет Это очень важно Отлично Закончили Теперь создадим объединенную копию этих слоев Пока что слой с фоном выключим Нажимаем комбинацию Shift-Ctrl-Alt-E И таким образом мы получаем объединенную копию только нашей модели Да Те два слоя так же пока что можно выключить Они нам с вами больше не понадобятся Далее мы с вами будем разглаживать кожу нашей модели Воспользуемся для этого фильтром размытия по поверхности Сначала создаем копию нашего слоя Нажимаем Ctrl-J И переходим в пункт фильтр Выбираем здесь размытие по поверхности И добиваемся примерно вот такого вот результата Как вы видите у меня на экране В данном случае радиус у меня стоит 37 пикселей Изогелия 71% Нажимаем клавишу ОК Так подождем пока у нас применится данный фильтр Отлично И теперь добавляем к данному слою маску Щелкаем сюда И заливаем эту маску черным цветом Нажимаем Alt-Del Далее нам с вами необходимо Пройтись только по участкам где у нас кожа Для этого выбираем кисть Так с нажим увеличим на 100% Прозрачность давайте поставим 40 Кисть должна обязательно быть мягкой И цвет для нее выбираем белый Начинаем аккуратненько прорабатывать Сначала лоб Вот таким вот образом Так Спускаемся теперь на щеки Идем дальше Прорабатываем здесь области Будьте очень осторожны На участках где у нас есть какие-либо контуры Либо какие-то мелкие детали Потому что При помощи данного способа Очень легко их замылить Поэтому Здесь необходимо прорабатывать Эти области при помощи Кисти с маленьким размером И очень и очень аккуратно Будьте внимательны Так И теперь возьмем совсем уже Маленький диаметр И пройдемся вот по самым Мелким местам Вот таким образом Не забываем следить за результатом До и после Как видите Продолжаем в том же духе Теперь переходим Вот сюда На шею Давайте посмотрим Во весь экран Что у нас с вами получается Итак Вот до и вот после Как видите И где необходимо Можно проработать При помощи черной кисти Потерянные детали Давайте это сделаем Возьмем кисть Черного цвета И Небольшого диаметра Уберем Ненужный эффект с бровей Если где-то мы залезли на них Так И так же С деталей Смотрим еще раз До и после Вот здесь Вот уберем И аккуратно Пройдемся Здесь По контуру На подбородке Так Отлично Давайте перейдем На следующий этап Единственное Немножечко Здесь я хочу Подредактировать лоб Примерно так И теперь Давайте создадим Новый пустой слой Щелкаем сюда И немножечко Поработаем с губами Модели Так же Чуть-чуть Их стилизую Для этого Выбираем инструмент Микс кисть Вот здесь вот Настройки у него У нас будут Чистить кисть После каждого штриха Вот здесь вот Стоит галочка Влажность 23 Заполнение 13 Смешивание 19 И нажим 13 Стоит галочка Все слои И теперь При помощи Данного инструмента Мы с вами Проработаем Немножечко Кубы модели Сделаем их Чуть-чуть Поравнее Вот таким вот Образом Начинаем Прорабатывать Данные участки Аккуратненько Здесь Делаем Мазочки И давайте Сразу посмотрим На результат Который получается Как видите До и после Продолжаем Дальше И давайте Посмотрим Теперь во весь Экран Что у нас С вами Получилось До и после Как видите Единственное Можно Немножечко Вот здесь Вот еще Сделать Несколько Мазков Вот таким образом Примерно так Отлично Теперь Мы с вами Займемся Волосами Нашей модели Создаем Еще одну Объединенную Копию Слоев С моделью Пока что Фон отключим Также нажимаем Комбинацию Shift-Ctrl-Alt-E И переходим В пункт Фильтр Выбираем Здесь Масляная краска Немножечко Увеличим Размер Нашего снимка Чтобы было Лучше видно Результат Уменьшаем Параметры Блеска Чтобы не было Некрасивых Дефектов На нашем Изображении И Настройки Стилизации Вставляем На 4 А частоту Давайте Поставим Примерно На 3 Вот таким Вот образом Нажимаем Здесь Клавишу ОК И теперь Добавляем К этому Слою Маску Щелкаем Сюда И заливаем Ее черным Цветом Нажимаем Alt-Del Фон Можно Включить Теперь При помощи Обычной Белой кисточки Мы с вами Откроем Маску Только на Волосах Нашей модели Прозрачность Давайте Возьмем 100% И кисть Возьмем Размером Побольше Так Цвет Белый И Начинаем Прорисовывать Участки С волосами Таким Вот образом Как видите Где я прохожусь У нас Волосы Становятся Красивые И Вот такие Как будто Нарисованы Проходимся По оставшимся Участкам Чтобы у нас Нигде не было Пропущенных Областей Так И Также Можно Немножечко Проработать Брови Более Мелкой Кистью Вот таким Вот образом Аккуратно Здесь Прорисуем Так И Также Здесь Давайте Еще Прорисуем Чуть ресницы И Вот так Вот Можно Оставить Смотрим До и После Как видите Что у нас С вами Получилось Да Также Я хочу Немножечко Еще Поработать С волосами Модели Добавить Небольшие Блики На волосы Для этого Мы создадим Еще один Пустой Слой И Возьмем Обычную Кисть Так Давайте Цвет Возьмем Вот Отсюда Вот При помощи Пипетки И Применим Данный Слой Только Как Волоса Щелкаем Зажатой Клавишей Сюда На границу Между Слоев И Сделаем Несколько Мозочков Вот Здесь Вот Таким Вот Образом И Также Можно Выбрать Еще Один Какой Нибудь Цвет К примеру Желтый И Также Проработать Вот Здесь Участки Режим Наложения Давайте Поставим На линейный Осветлитель Либо На осветление Основы Смотрим Какой Будет Лучше Смотреться Так С осветления Основы Смотрится Получше Единственное Надо Немножечко Уменьшить Прозрачность Данного Слоя И Также При помощи Инструмента Палец Давайте Немножечко Растащим Эти Блики По Волосам Таким Вот Образом Чтобы Они Смотрелись Более Натурально Можно Еще Даже Немножечко Уменьшить Прозрачность Смотрим До и После Примерно Так И Также Давайте Сделаем С другой Стороны Также Сначала Возьмем Инструмент Кисть И При помощи Пипетки Выберем Какой Нибудь Цвет Прорисуем Вот Здесь Контура Таким Вот Образом Можно Взять Цвет Чуть Поярче Чтобы Результат Был Позаметнее Примерно Вот Так И Также Еще Какой Нибудь Цвет Посветлее При помощи Инструмента Палец Также Немножечко Размываем Так Как Нам Нужно И Прозрачность Можно Еще Чуть Чуть Уменьшить Примерно Таким Образом Оставляем И Теперь Давайте Объединим Все Слои Которые Относятся К Модели В Отдельную Папку Выбираем Их Все Нажимаем Комбинацию Ctrl G Так И Теперь Создаем Два Корректирующих Слой Кривые Первый Выгибаем Вверх Вот Таким Вот Образом Заливаем Маску Черным Цветом И Второй Также Выбираем Корректирующие Число Кривые И Выгибаем Вниз Вот Таким Образом Также Заливаем Маску Черным Цветом Теперь Мы С вами Как вы Наверное Уже Догадались Будем Работать С техникой Dodge & Burn При Помощи Обычной Белой Кисти Будем Открывать Маску В нужных Нам Областях Прозрачности Ножим Ставим На 20-30% Соответственно И Начинаем Аккуратненько Сначала Прорабатывать Самые Темные Участки На нашем Снимке Так Возьмем Сначала Кисть Такого Вот Размера И Проработаем Контур Лица Чтобы Добавить Дополнительный Объем И Усилить Тени На нем Таким Вот Образом Проходимся Здесь И Здесь Так И Более Мелкие Детали Также Прорабатываем Особенно Вот Здесь На носу На губах Внутреннюю Часть Чтобы Добавить Дополнительный Объем Также Брови И Ресницы Слишком Сильно Мы Здесь С вами Не будем Дотшин Бернить Так Слегка Усилим Тени И Блики На лице Я думаю Вполне Достаточно Теперь Можно Перейти К волосам Чуть Чуть Увеличим Прозрачность Примерно До 50 И Нажим Также Увеличим До 50 Проработаем Теперь Волосы Так Затемняем Вот Здесь Здесь Так Снемножечко Здесь Здесь И Давайте Также Проработаем Одежду У модели Затемним Складки Чтобы Сделать Их Более Контрастными Так Немножечко Здесь И Вот Здесь Примерно Таким Образом Теперь Переходим На Светлые Участки Давайте Пока Что У нас Выбрана Кисть Большой Прозрачностью С большим Нажимом Проработаем Волосы В первую Очередь Осветляем Блики Которые Мы С вами Добавили Вот Здесь Аккуратненько Проходимся Нажим Можно Немножечко Уменьшить Все Так Слишком Ярко У нас Получается Как Видите Примерно Таким Образом Данной Области Осветляем И Также Здесь Так Все Блики Нам Сами Здесь Необходимо Высветлить Это Очень Важно Смотрим До и После Как Видите И Теперь Давайте Уже Проработаем Одежду И Лицо Также С одеждой Мы Немножечко Проработаем Вот Здесь На Складках Да Так И Также С другой Стороны Также На Складках Немножечко Выставим Полоски На Одежды И Оставшиеся Блики На Волосах Смотрим Где Мы Если Что То Пропустили Вот Таким Вот Образом Уменьшаем Чуть Чуть Прозрачность Примерно До 15 Наверное И Нажим До 25 Теперь Начнем Работать С кожей Модели Высветляем Сначала Лоб Идем От Переносицы И вот Такими Мазками К верхней части Лба Смотрим До И После И Также Немножечко Щеку Высветляем Участки На шее Обязательно Вот Здесь Подбородок Высветлим Чуть Чуть Так Переносицу И Мелкой кистью Проработаем Вот здесь Вот Участок На Носогубной Складке И Также Высветляем Блик На губе Тогда И После Давайте Я Покажу Вау Весь Экран Что Получилось И Последний Участок Который У нас Остался Это Здесь Вот Грудь Также Высветляем Эту Область И Можно Переходить К Следующему Шагу Давайте Обединим Эти Два Слоя В Группу Называем Эту Группу Доджинберн Ну или ДБ Чтобы нам Много Не писать И мы Можем Уже Переходить К следующему Шагу А следующим Шагом Я хочу Немножечко Затемнить Правый Угол Нашего Изображения Так как Как видите У нас Модель Освещена Больше С левой Части Поэтому Правую Часть Нам Необходимо Чуть Чуть Затем Немножечко Возьмем Для этого Корректирующий Слой Кривые И Немножечко Выгнем Кривую Вот таким Вот Образом Вниз Не сильно Примерно Вот так Выбираем Инструмент Кисть Прозрачности Нажим На 100% И цвет Черный Размер Возьмем Большой Чтобы нам Было удобно Покрыть Все наше Изображение И по маске Закрашиваем Эти области Черным Цветом Вот таким Вот Образом Оставляя Только Правую Часть На нашей Фотографии Также Здесь Теперь Можно Размер Для кисти Взять Поменьше Уменьшаем Его И Осветляем Вот эти Участки На волосах Оставляя Темным Только Угол Смотрим До и После Как видите Угол У нас Стал Чуть Чуть Потемнее Это Как раз То Что Нам С вами Было Необходимо Ну что ж Теперь Давайте Добавим Сюда Блики Для этого Мы Также Будем Использовать Инструмент Кисть И Два Новых Слой Сначала Создаем Первый Слой Выбираем Цвет Давайте Еще 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 Один Сделать Чуть Пониже Два Режим Наложения Ставим Линейный Осветлитель И И Первую И Начинаем Начинаем Отсюда С Левой Части Стираем Ненужные Области Вот Примерно Так Оставляем В результате У нас Получается Красивый Блик В правой Части Нашей Фотографии И Теперь Воспользуемся Уже Второй Текстур Вот Этой Ctrl A Ctrl C Копируем Уже Ее Нажимаем Ctrl V Вставляем Сюда Нажимаем Комбинацию Ctrl T И зажатой Клавишей Shift Изменяем Размер И Давайте Расположим Ее Как Вот Так Вот В Левой Части Нашей Фотографии Нажимаем Клавишу Enter Переходим В пункт Фильтра Убираем Размытие Размытие В Угол Ставим Примерно На 70% Чтобы у нас Размытие Проходило Вот таким Вот образом И нажимаем Здесь клавишу ОК Чтобы получить Вот такой Эффект Света Режим Наложения Ставим На экран И чуть-чуть Сместим Наш блик Вот сюда Можно добавить К нему Также Маску И К примеру Радиальным Градиентом Давайте Ее Зальем Вот таким Вот образом Можно Чуть-чуть Побольше Примерно Так Чтобы Наш Свет Был чуть-чуть Более Мягким Так Отлично Теперь Мы можем Переходить К тонированию Нашего Снимка Давайте Добавим Сюда Корректирующий Слой Карта Градиента И выберем Градиент Здесь Тройной Синий Красно Желтый И немножечко Его модифицируем Выбираем Первый цвет Вместо него Мы с вами Напишем Свой собственный Это у нас Будет 171 433 Нажимаем Здесь ОК Выбираем Теперь Второй цвет Здесь Мы ставим Цифры 712 03 С И последний Цвет Который Мы с вами Будем Использовать Это E AC 968 Такой Вот Бежевый Нажимаем ОК ОК И закрываем Данный Корректирующий Слой Режим Наложения Для него Ставим Экран В результате Получаем Красивое Такое Пурпурное Свечение На нашей Фотографии Единственное Можно Немножечко Понизить Прозрачность Если захотите Примерно До 70% Может быть Даже Чуть Поменьше Вот так И можно Чуть-чуть Убрать Эффект С лица Модели Давайте Выберем Маску Данного Слоя И При помощи Кисти С прозрачностью 60% Чуть-чуть Закрасим Лицо Модели Увеличиваем Размер Еще Чуть Чуть И Делаем Мазочек Здесь Вот Примерно Так Ну и мы с вами Выходим Уже на Финишную Прямую Давайте Создадим Объединенную Копию Наших Слоев Shift Ctrl Alt E Нажимаем И Переходим В пункт Фильтр Рендеринг Эффекты Освещения Располагаем Источник Освещения Ближе К левой Части Нашей Композиции Так С интенсивностью У нас будет Примерно 26 Центр Освещенности Давайте Поставим Где-нибудь На 18 Вот так Нажимаем Клавишу ОК И смотрим Что получилось До И после Как видите Также нам С вами Необходимо Немножечко Усилить Контраст На нашей Композиции Для этого Давайте Создадим Еще одну Объединенную Копию Наших Слоев Нажимаем Комбинацию Shift Ctrl И Обесцветим Ее Нажимаем Комбинацию Shift Ctrl U Режим Наложения Для этого Слоя Ставим На Перекрытие И Понижаем Прозрачность Так Примерно До 40 Или 50 Процентов Я думаю Этого Вполне Будет Достаточно Ну и Самым Последним Шагом Давайте Усилим Резкость На нашей Фотографии Также Создаем Объединенную Копию Наших Слоев Shift Ctrl Alt E Нажимаем Переходим В пункт Фильтр Усиление Резкости Контурная Резкость Здесь Настройках Эффекта Ставим 100% Радиус 2 пикселя И Нажимаем Клавишу ОК И так Вот наш Финальный Результат Фотография Выглядит Вот таким Вот Образом Давайте Найдем Наш Исходный Снимок И Поместим Его На самый Верх Вот сюда Чтобы мы Смогли Сравнить Результат И так Вот фотография Которая у нас Была В самом Начале Видеоурока И Вот Что у нас Получилось В процессе Обработки Ну что ж На этом Наш Видеоурок Можно завершить Я надеюсь Он вам понравился И вы узнали Из него что-то новое Обязательно Прикрепляйте Свои работы По данному Видеоуроку В комментариях Или же Если Какие-то вопросы У вас появляются Также задавайте С удовольствием На них отвечу Ну что ж Всем спасибо за внимание С вами был Алексей Кузьмичев И до свидания Надоело быть чайником В фотошопе Получите Бесплатный Базовый курс Фотошоп Античайник Жмите на кнопку Получить курс